МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В студии Елена Кузовкина. В ближайшие 10 минут я и мои коллеги расскажем о некоторых заметных событиях этого дня. Смотрите в выпуске. Сегодня день пограничника. Товарищ подполковник, пограничники Алтайского края, личный состав пограничного управления по Алтайскому краю для проведения боевого расчета построен. Празднования начали с построения боевого расчета. Общественники дарят деревья всем, кто хочет сделать мир зеленым и красивым. Когда даришь человеку дерево, он... Ух ты, это мне, а за что? Да просто так! Исполнить мечту помогают жители Зонального района. Влияет ли цвет волос на характер? Чем больше в организме гормона тестостерона мужского, тем темнее волос. Сегодня день брюнеток. Сегодня день пограничника. Эти люди ежедневно пресекают попытки ввоза контрабанды, наркотиков и оружия в нашу страну. В прошлом году только алтайские пограничники задержали более 800 нарушителей. Отмечать свой праздник они начали еще накануне. На площади ветеранов Барнауле был проведен боевой расчет. На общее построение вышли те, кто уже отслужил, и те, кто только хочет служить на границе. Товарищ подполковник, пограничники Алтайского края, личный состав пограничного управления по Алтайскому краю для проведения боевого расчета построен. Боевой расчет – это ежедневная процедура на погранзаставах, когда в гарнизоне подводят итоги минувшего дня, а личный состав получает назначение на ближайшие сутки. Михаил Остячев в построении, конечно, не участвовал. В силу возраста еще в 44-м году 17-летним мальчишкой он отправился служить на границу. Сначала на запад, в Румынию, затем на Дальний Восток в числе 25 других молодых ребят. Воинская часть 2277. Ну, наши все пограничные части, они четырехзначные. Вот наша 2277 – это наш морской пограничный порт во Владивостоке. Отсюда все. И там, значит, прослужил до окончания. Михаил Остячев в числе других ветеранов, офицеров и солдат почтили минуты и молчания память погибших при исполнении своих обязанностей. Накануне праздника отличники и ветераны службы получили свои награды. Ну, а попробовать горячий солдатский ужин из полевой кухни смогли в этот вечер не только пограничники, но и все желающие. Героями этого конкурса были не пограничники, но тоже люди в погонах. В Крае прошел региональный этап всероссийского конкурса «Полицейский дядя Степа». По условию организаторов, а это Министерство внутренних дел страны, дети должны были изобразить на картине или сделать объемную фигуру полицейского из пластилина, картона или даже ниток. После эти творческие работы фотографировали и выставляли на суд народного жюри. В итоге первое место занял Кирилл Козеев, ученик 53-й Барнаульской школы правоохранительного класса. Его полицейский дядя Степа представлен уже на голосовании федерального уровня. Кстати, отдать свой голос можете и вы. Финальный этап завершится 31 мая. Высокая пожарная опасность сохраняется на территории края в период с 28 по 31 мая. Четвертый класс горимости, по сообщениям ЧЕС, будет отмечен в Клундинском, Ключевском и Волчихинском районах. В Славгороде будет чрезвычайная пожароопасность, пятый класс горимости. Спасатели настоятельно рекомендуют быть осторожными с огнем, особенно в ветреную погоду. Сухая прошлогодняя трава быстро разгорается и остановить такой пожар бывает непросто. В МЧС напоминают, от травяных пожаров сгорают дома, поселки и лесные массивы. Ну а кто-то затем берется леса восстанавливать. К примеру, жители Зонального района помогают общественному движению «Родной лес» исполнить мечту. Российские общественники поставили перед собой цель высадить 150 миллионов деревьев и всем желающим раздают саженцы – кедра, липы, сливы, яблони и другие. По всей стране, в том числе и в Зональном районе, создана инициативная группа, которая занимается озеленением. Накануне в Луговском прошла очередная экологическая акция «Зеленая весна». Высаживать деревья общественникам помогали волонтеры Бийского педагогического колледжа при участии в фонде депутата Государственной думы Александра Прокопьева. Сделать свою малую родину зеленой и цветущей нет ничего проще. Вот уже больше 10 лет активисты села Луговское Зонального района занимаются озеленением. Два раза в год на своей территории они высаживают сотни деревьев. Инициатором экологической акции «Зеленая весна» стал Алексей Байпаков. Здесь главное не ждать, уверен он, а действовать. И люди тогда тебя поддержат. Сами попробуйте, поймете какое-то удовольствие, какая-то радость. Когда даришь человеку дерево, он – ух ты, это мне, а за что? Да просто так! Он идет уже счастливый, думает, где бы посадить, а не где бы нагадить. Посадочный материал заказывают в Екатеринбурге и Воронеже. Саженцы бесплатно дает общественная организация «Родной лес». Небольшую сумму приходится платить только за доставку. Но это берет на себя администрация села. Деревья прекрасно адаптируются к алтайскому климату и хорошо приживаются. Это не то, что удовольствие, это кайф. Это единственное, что есть на земле разумное. Это же дерево, это же воздух. В садиках, все в школе. Еще чище воздух в Луговском будет рядом со школой и детским садом. Помимо функций легких, деревья будут выполнять еще одну немаловажную задачу. Здесь нам лес необходим. Это и красиво, эти места, где мы постоянно ухаживаем. Вот здесь мы высаживаем, видите, как в этом дело. Здесь детский сад. Лебедишки играют, а ветра у нас присутствуют, с этой стороны идут, да? Вот порозы ветров. Мы их загородим от ветра. И они в любую погоду, там не будет страшного турагана. Они будут защищены от ветров. И там солнышки ухватит, зелень, природа. Ну, для ребятишек это же здорово. Сегодня в Луговское приехали волонтеры отряда «Бодрая жизнь» Бийского педагогического колледжа. Студенты при участии фонда депутата Государственной думы Александра Прокопьева вместе с жителями и школьниками высаживали липы, кедры и пихты. Мы помогли людям. Люди смотрели на нас и радовались, что нам не все равно. Мы молодое поколение. Мы приехали, помогли просто так, безвозмездно. И это удовольствие для нас и для взрослых тоже. Хотим быть гордостью наших родителей. Несколько десятков саженцев теперь будут расти и крепнуть вместе с сельской детворой, которые, кстати, обещали присматривать за молодыми деревьями. Я хочу, чтобы моя елка была самая большая и всегда буду к ней приходить и ухаживать за ней. Представители Всероссийского движения «Родной лес» дают саженцы всем, кто хочет сделать мир вокруг себя зеленым и цветущим. Мечта общественников – высадить в нашей стране 150 миллионов деревьев. И осуществить это желание в том числе помогают инициативные жители села Луговское. В Барнауле в этом году исполнится мечта многих автомобилистов. В столице края капитально отремонтируют проспект Ленина. А еще на днях стало известно, что благоустроят центральную пешеходную аллею. В порядок приведут ее участок от улицы Молодежной до Партизанской. Пожалуй, основные работы – замена асфальтобетонного покрытия на тротуарную плитку. Кстати, она будет выглядеть, как на этом эскизе нескольких цветов. Проектировщики уверяют, что плитка не только красивее, но и удобнее. И гулять будет комфортно не только обычным прохожим, но и мамам с колясками, а также инвалидам-колясочникам. К слову факту, кладки плитки вызвал множество споров. Однако разработчики проекта уверяют, что плитка будет хорошего качества. Зазоров между удастся избежать. К тому же ее цвет пока можно корректировать. На аллее будет красивое освещение, новые клумбы и скамейки. Ориентировочная дата заключения контракта и начало работ – 6 июня. Продолжим. Этих женщин считают хитрыми, умными и терпеливыми. А еще целеустремленными и властными сегодня празднику брюнеток. Правда, когда появился этот день и кто стал инициатором его появления, неизвестно. Предположительно, сами брюнетки в ответ блондинкам, которые свой праздник будут отмечать в ближайшую пятницу. О том, что цвет волос влияет на характер человека, уже давно доказали физиологи. Хотя в обществе сложились свои устойчивые стереотипы, с которыми совсем не согласны психологи. Чем больше в организме гормона тестостерона мужского, тем темнее волос. Чем больше эстрогена, тем светлее волос. И вот от этого как раз и формируется характер, как считают физиологи. Так может ли цвет волос влиять на человека и его жизненные принципы? Это сегодня мы пытались выяснить. Кстати, характерные черты может давать только натуральный цвет волос. Но об этом уже в вечернем выпуске новостей подробнее. При желании в наше время изменить цвет волос просто, впрочем, как и привести себя в хорошую спортивную форму. Кстати, в Барнауле стартует третий сезон программы здорового образа жизни в парке спорта. Это уникальный проект, в рамках которого жители города могут добиться отличных результатов на бесплатных тренировках. Танец, бокс и фитнес в одном флаконе. Strong by Zumba – настоящий интенсив, который за два лета потянул фигуры сотни барнаульцев. В этом сезоне заставлять сердца биться чаще будут еще четыре направления. Танцевальное, табата – это жиросжигание за короткие периоды, плавные движения mind and body и классический функциональный тренинг. Такое спортивное меню подготовили фитнес-инструкторы. Они же и будут вести тренировки под открытым небом. Люди приходят с улыбками, с настроением, потому что здесь тренировка – это эмоция настоящая. Это спорт, это общение, это взаимодействие, это лето и это природа. Непривычный формат, но тренировки будут длиться целых 50 минут. С халтурить вряд ли удастся. Всех, кто готов работать над красивой фигурой, а также поддержать здоровье, ждут в парке спорта на энтузиастов 12В в 19.30. Стартует проект 4 июня с функционального тренинга. Через несколько секунд о погоде спонсор прогноза компании «Валара». У меня пока все новости. До встречи в вечернем эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова